Ольга Ламака И сегодня я в Нью-Йорке, ухода в музей Института Моды и Технологий, где проходит уникальная выставка под названием «Ивса Ларан плюс Холстон. Мода 70-х». Выставка посвящена двум великим дизайнерам, определявшим тенденции сексуальности и гламура в моде 70-х. Впервые работа Ивса Ларана и Роя Холстона представлена в рамках одной выставки, что позволяет нам сравнить и проанализировать их подходы к работе в данном направлении и к эстетике в целом на пике их популярности. Невозможно представить моду 70-х безгламурных работ Ивса Ларана и Роя Холстона. На выставке представлено одинаковое количество работ каждого дизайнера в составе 80 ансамблей и 20 аксессуаров, тематически организованных в рамках выставки. Что их объединяет? Талант и 70-е. Именно эпоха диско и гламура стала знаковой в творчестве каждого дизайнера. Любимец Америки, завсегдатый клуба 54, Роя Холстон, создавал наряды для Элизабет Тейлор, Янки Джаггер и Лайзе Миннелли. Трудно представить эпоху 70-х без лаконичных струящихся платьев Холста. Для Ивса Ларана эпоха диско – это прежде всего женственные наряды, бели-пок, культовые образы с элементами мужского костюма, а также яркие этнические мотивы. Сегодня их считают диаметрально противоположными друг другу. Выставка дает нам редкую возможность заглянуть в то время, когда два великих и влиятельных дизайнера придерживались одинаковых взглядов. Почему вы решили провести выставку Ивса Нарана и Роя Холстона? И откуда такой интерес к 70-м? Выставка сложилась по счастливой случайности. Изначально мы хотели посвятить выставку Холстону, возможно, сравнить его работы с творениями художников, например, Энди Уорхола. В Музее Технологического института моды собрана самая полная коллекция творений Холстона, которая включает в себя не только модели одежды, но и выкройки, фотографии и многое другое. Решив сделать акцент на вершине карьеры Холстона эпохи 70-х, мы поняли, что было бы интересно противопоставить его работы творениям другого великого кутюрье Ивса Нарана. К тому же в Музее собрана внушительная коллекция и его работ. Некоторые модели удивительно похожи друг на друга. Как по-вашему, Ив Сен-Лоран мог повлиять на Роя Холстона или наоборот? На самом деле их не связывала ни дружба, ни соперничество. Ознакомившись с выставкой, понимаешь, насколько разным был их подход к созданию одежды. Стиль Сен-Лорана восходит к традициям французской высокой моды. Даже создавая самые воздушные наряды, он дополнял их жестким корсетом, следуя традиции модного дома Диор. У Холстона же американский подход. Для него важна функциональность и непринужденность. Он стремился создать наряды, которые каждая девушка могла бы менять по своему усмотрению. У Сен-Лорана и Холстона очень разная философия. Однако мы с удовольствием заметили, что в начале своей карьеры они действительно создавали похожие изделия. Платье стиля 30-х и наряды стиля модерн. В начале эпохи 70-х, когда и Сен-Лоран, и Холстон еще находились в поисках индивидуального стиля, их работы не могли не перекликаться. Социальные изменения начала 70-х потолкнули молодых дизайнеров к экспериментам. Основой экспериментов служили одни и те же идеи. Стиль обоих дизайнеров так похож в начале 70-х. Что случилось к концу десятилетия и почему они пошли настолько разными творческими путями? Думаю, Холстон вдохновлял американский стиль жизни. К тому же он хотел расширить свою аудиторию и стремился создавать изделия для простых американцев. Он создал формы для авиакомпании, сотрудничал с Джейси Пейни, выполнял заказы клиентов в своего ателье. Холстон ориентировался на американских девушек, а их стиль разительно отличается от стиля француженок. Согласно, Ив Сан-Лоран ориентировался на французскую культуру, на предпочтения француженок, которые в то время увлекались винтажным стилем. Еще одним источником вдохновения кутюрье были традиции французской высокой моды. И, наконец, какой экспонат на этой выставке ваш любимый? Красное платье-кафтан из Джерси, созданное для американской кинозвезды Лорен Бекол. Лаконичный крой сочетается в нем с элегантностью и изяществом. К тому же оно было создано специально для женщины, обладавшей безупречным стилем. Для меня это объемный жакет из ярко-зеленых перьев марабу. Любопытно, что многие модели, которые Эдди Слиман создает для модного дома Сан-Лоран, в той или иной степени напоминают этот жакет. К тому же жакет является частью коллекции в духе 40-х, которую Ив Сан-Лоран представил в 1971 году и которая стала знаковой в карьере дизайнера. Это действительно захватывающая двойная ретроспектива. И модникам, и любителям историй нельзя пропустить эту выставку. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин